Все души, поздравляем вас. Спасибо большое. И большое предложение к вашему родительскому сферу. Мария Сидорова впервые получает водительские права. Говорит, больше всего переживала на экзамене, на испытании горка, но все же справилась. И рада, что документы удалось оформить всего за пару дней. Нужно было просто подать заявление на сайте госуслуг и прийти в регистрационное отделение. Вообще сложности не было. Подала заявление через госуслуги, пришла к своему времени, вызвали, и все, подала документы и пошла фотографироваться. Для сотрудников РЭО это тоже особый день. 46 лет назад в МВД были созданы специальные отделы, которые теперь занимаются регистрацией авто и экзаменовкой водителей. Намного проще стало для граждан получить водительское удостоверение. Почему? Потому что есть возможность предварительно записаться, выбрать удобный день и время для посещения РЭО. И, соответственно, минимальные сроки получить готовое водительское удостоверение. Сейчас в городском регистрационно-экзаменационном отделе работают 83 человека. В среднем за день они принимают около 700 человек. Но очередей в отделении нет во многом благодаря сервису госуслуг. Государственная услуга у нас оказывается не более часа. То есть, в принципе, этот норматив удерживается. Это также подтверждается статистикой удовлетворенности граждан. То есть она у нас порядка 95-97%. Из важных изменений в процедуре регистрации. С 1 января зарегистрировать свои авто смогут только те, кому уже исполнилось 16 лет. А регион на автономерах теперь указывается не по месту регистрации машины, а по месту регистрации водителя. Олег Зверев, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.